всем привет и добро пожаловать снова на мой канал я безумно рад и счастлив что вы со мной я с вами это круто настроение у меня сегодня такое намахано и заряженное как всегда кто-то спрашивал что значит заряженный намахано но это такой весь будораженный немного взволнованный потому что напряжение такое знаете есть так вот на этой неделе мы все напряглись снова точнее мы на прошлой неделе расслабились потому как нас побаловали светом на этой неделе так жестко стали отключать что прям все немного напряглись но есть плюсы потому что каждый раз когда отключают свет особенно вечером заходишь домой учат потому что к вечеру интернет мобильный более-менее ловит и там конечно можно посмеяться у каждого свои какие-то наболевшие моменты и такое прочее у меня сегодня утро началось того что я просыпаюсь смотрю статистику за ролик который вышел в понедельник тот самый ролик там где я говорил что два года канала и так далее я помню что я накануне смотрел статистика была одна но образно говоря там последняя цифра там было 1517 тысяч смотрю она почему-то 11 стала просмотр дома так это какой-то глюк у меня на телефоне или что я думаю включена ноутбуки смотрю на ноутбуки тоже история думаешь за бред вообще как такое может быть то есть получается просмотры шли-шли-шли потом они как будто в обратную сторону пошли считаться короче у меня youtube с кому не сделал 1015 просмотров на ролики в понедельник я им конечно написал говорят что происходит говорю вот с этим видео не знаю что с дальнейшим будет помимо того что там тайм-коды снова не отобразились кстати насчет тайм-кодов опять стали писать вот что значит вы не слушаете меня вообще от начала до конца утра с послушайте тайм-коды вообще всегда должны отображаться и так было но последнее время какие-то происходят проблемы на самом ютюбе я тут ни при чем и они не отображаются в ролике но они есть в описании друзья ну научитесь наконец-то уже проложите путь к описанию но все просто но развернуть просто развернуть описание но вы шо шутите или что я еще буду показывать вам как это делать надеюсь с этим справиться все это что касательно тайм-кода так вот я пишу службу поддержки говорил добрый день алё а же случилось ах куда мои просмотры сиделись как это так получается что все что же слов потом остановилась в дом в обратную сторону пошло такого не может быть но не как обычно мы сочувствуем вам и все такое прочее ждите ответа мы посмотрим инженеры ля-ля 3 любляюсь такой против короте никакой конкретики какие-то опять у них там то ли сбой происходит полета у меня только происходит у меня иногда складывается ощущение что кто-то сидит на ютюбе точнее гугли тот кто меня знает и решил немного пошатнуть мою без того расшатанную нервную систему каждый божий день какая-то фигня происходит то монетизацию снимут ролика непонятно почему то вот с просмотрами непонятно что происходит то они мне подписчиков сами отписывают понимаете не активных как какой youtube активное сколько внимания мне за что я не могу понять короче надеюсь они там разберутся с этим и больше у меня такого не будет происходить вот такие траблы а потом сегодня снова я проснулся пораньше и в принципе лег пораньше так сказать утром лег утром встал потому что смотрел по графику свет будет буквально два часа и только утром думаю так надо хоть проснуться пораньше что-то там успеть поделать ну в общем свет выключили слава богу я успел душ принять должен закончил принимать и сразу свет вырубили думаю прям как я посекундно успел а то думал салфетками сейчас буду смывать все себя захожу домовой чат там как обычно многих истерика кто-то ржет кто-то истерит короче всех своя реакция на торту снова нет свет у кого-то свитера там завонялись уже три дня не могут достирать перестирывает по которому кругу а там один короче дядя такое написал длинный комментарий я сейчас нахожусь на юге там в италии или испании буду во франции в португалии еще где-то думаю вот сволочь ты зачем издеваешься вообще надо мной и потом конце он пишет я тут в командировке по делам короче так понял там гастроли какие-то по всей европе и все по югу говорить если вас какие-то вопросы касательно бизнеса пока я здесь пишите мне я все решили такую думал пора бы заняться своим старым привычным хобби где мои иглы начинать втыкать в эту фотографию который там есть я жучу конечно да но он дядя конечно повеселил меня да я знаю что типа по бизнесу многие выезжают ладно короче не будем о больном вот такое я его немножко в душе проклял а потом простил и отпустил у меня за окном значит поставил салон красоты генератор даже два видим одного не хватает они так шумят что даже через закрытые окна все слышно не знаю вам надеюсь не будет это все слышно короче в такой у меня сегодня активное утро в чате как всегда своя атмосфера есть хорошие веселые люди которые не упускают возможности встретиться их только вырубают свет иногда мне кажется что в этом комплексе люди не то что не убирают они готовят они даже не работают что они вообще делает откуда они деньги берут нужно срочно поинтересоваться как им это удается не работать и постоянно иметь возможность здесь жить и оплачивать а там еще кстати сегодня интересный момент они обсуждали значит компания которая не знаю нашего комплекса или кто который обслуживает нас там счета выставлять и так далее в общем там некоторые жильцы стали возмущаться мол а когда будет перерасчет по платежкам потому что мы платим оказывается я не знал что мы платим за освещение территории нашей которого нет уже с октября месяца за какие-то фонтаны которых я и в глаза не видел какие фон ну короче ребята я все падаю оказывается мы платим за то чего нет но компания не собирается ничего делать но самое удивительное знаете что в этой всей истории я конечно не стал в это все вникать поскольку я же здесь как бы не владелец квартир я здесь сегодня живу завтра не живу если бы это была моя квартира я был бы владельцем властником да я конечно бы как открыл свою сирену то было бы им всем плохо я не платил за то чего нет но они многие люди типа ой да ладно чуваки типа кипишу эти ради бога нам же там что-то не подняли где-то поэтому ладно пусть там будет так я такой отлично вот а много денег я смотрю там конечно не то чтобы сумма какие-то сумасшедшие но тем не менее сам факт короче там оказывается тоже много всяких проблем с этой компании я просто не сильно вникаю поскольку я здесь арендую квартиру временно но честно сказать это неприятно когда ты платишь за то чего нет но многие как я вижу это вообще все устраивает а у вас как происходит в этом смысле вы платите за то чего нет в доме а еще эту значит недавно на выходных кстати забыл сказать мне не первый раз такая история происходит когда я в транспорте где-то мог ехать или где-то в общем находился там где есть люди какой-то момент у меня вдруг вибрирует телефон и я вижу у меня айфон до через air drop я думаю люди у которых есть айфона не понимает то есть через за система передачи фотографий быстрые файлов видео так далее между айфонами кто-то пытается мне что-то перекинуть это не первый раз знаете вот честно любопытство конечно распирает узнать а что же там не пытаются подкинуть но потом мой мозг не говорит ой не надо вдруг там какой-то вирус еще что-то вдруг там сейчас заблокируют меня или подставят нафиг надо я всегда отклоняю у вас были такие ситуации когда вам кто-то пытался что-то перекинуть возможно кто-то просто по ошибке не на тот айфон отправил я допускаю такой момент а возможно нет возможно кто-то умышленное это дело и еще неизвестно что там пришлют всякое сейчас бывает с такое время когда высылаю себя во всей красе и может кто-то пытается там не знаю извращенцев же хватает поэтому не знаю друзья вас были когда-нибудь такие истории если да то как вы поступали хоть когда-нибудь хоть раз в жизни вы принимали вот так от постороннего телефонов какие-то файлы фотографии или видео если да расскажите очень интересно хочется послушать что у вас там было если вдруг потому что я все время отклоняю но у меня такая ситуация не то чтобы прям каждый день происходит но не первый не второй уже точно раз кто-то активно пытается мне передать что-то но я отказываюсь вот такое у меня сегодня было сумбурное утро и день продолжается сейчас я кстати сижу без света но ничего страшного я вчера так хорошо наелся холодного борща неплохо неплохо и вам так скажу неплохо есть можно сейчас пока еще на улице свет запишу ролик и пойду по делам потому что у меня что мне сделала прогуляться пока еще белый день то непонятно когда появится свет но неважно самое главное что я сегодня успел сходить в душ успел для вас подготовить ролик вот сижу записываю даже успел попылесосить вы не поверите я даже попылесосить успел потому что скоро же придет моя любимая феодалка хозяйка которая будет с меня дань брать снова что надо подготовиться поэтому я всегда готов у меня чистота и порядок и да большое спасибо вам всем за ваши поздравления я почитал под тем роликом в понедельник столько приятных поздравлений от вас это невероятно я очень благодарен каждому из вас за то что вы здесь со мной остаетесь несмотря ни на что за то что ждете меня это так приятно когда тебя ждут вы не представляете вот такое было у меня сегодня вступление надеюсь что у меня сегодня вечер будет поинтереснее чем утро я вам всем желаю прекрасного настроения чтобы у вас у всех все было замечательно было свет и тепло и интернет и чтобы никто не болел не болеете друзья если вдруг кто-то заболел обязательно поправляйтесь поскорее я вам посылаю мысли флюиды скорейшего выздоровления чтобы никто никто не болел крепко спите вкусно ешьте получаете удовольствие от жизни просто наслаждайтесь ей и радуйтесь и все будет хорошо и самое главное мирного неба нам всем с вами над головой и конечно же тем план ждем весны мира и тепла но теперь мы переходим к новостям я напоминаю что тайм-коды есть если даже вдруг они не отобразились на ролике я тут ни при чем ищите их в описании всем приятного просмотра а теперь врываемся в новость погнали актер дэйв батиста стал неотъемлемой частью киновселенной марвел и конкретно стражи галактики думаю те кто смотрит marvel понимает о чем я говорю но несмотря на успех фильма он не хочет запомниться только ролью дракса он сделал сенсационное заявление что покинул marvel с чистой совестью и легким сердцем цитирую я очень люблю дракса но почувствовал облегчение что его жизнь подошла к концу но имеется ввиду этого персонажа он никогда не хотел большой популярности но просто хочет насладиться новыми ролями его не привлекает внимание все преимущества быть звездой поклонники актера с нетерпением ждут новых ролей мы ему желаем чтобы они не примерно случились так что больше его у marvel мы не увидим во время последней пресс-конференции фильма аватар путь воды кейт уэнслет сделала милый очень такой классный жест сторону юной журналистки которая брала у нее интервью маленькая работница немецкой общественной телекомпании призналась кейт уэнслет что это ее первое интервью в жизни и вот что и сказала кейт ты делаешь это впервые это будет самое фантастическое интервью из всех и знаешь почему потому что мы решили что она таким будет ты можешь спрашивать меня о чем угодно и тебе не нужно бояться все будет потрясающе после этого конечно все люди в очередной раз умилились тем что кейт уэнслет не просто шикарная талантливая актриса еще и хороший человек с большой буквы она не то что подбодрила девушку просто вселила в нее уверенность тем самым расслабила расположила еще есть но в общем помогало это так круто когда вот люди несмотря на свой казалось бы звездный статус настолько себя ведут по простому по-человечески с пониманием напомню если вдруг кто-то не знал что фильме джеймса камерона аватар путь воды кейт уэнслет исполнила роль женщины-воина ронал которая является женой вождя клана рифов мэйткана если вдруг кто-то не знал кейт уэнслет там снималась но мы с вами в очередной раз убеждаемся в том что она крутая во всех смыслах этого слова помните я вам недавно говорил о том что а за ведро сам на там просто взбесилась от того что или в черный список санкции наложили ну и в общем там свою реплику выдал я об этом всем говорил но вот у телеведущий анатолий анатолич тоже не стал молчать и ответил филиппу киркорову и вот что он написал даже хочешь обцелу гомофоба мобилизовала и вид правила воюваты в складе за киской армии рфм с и классный черно-брэйвит спит бахмутом весной выросты вот так он написал но если кто-то не понял на украинском он написал что он очень хочет чтобы гея-гомофоба филиппа киркорова мобилизовали вместе с зэками и тогда будет все хорошо и прекрасно кстати как-то я говорил про бахмут и мне поправили сказали что правильно говорить бахмут нет друзья посмотрите википедию бахмут даже когда президент украины поставлял новогоднюю ночь я обратил внимание когда он тоже также ударение поставил бахмут я именно из потолка это придумал я перепроверял это все так что не надо в общем как вы к тому чтобы мобилизовать азу бедро со мной отправить на фронт ну и самое главное вы заметили что он сказал что он гей-гомофоб как такое может быть может оказывается комментируйте а мы двигаемся дальше алексей панин высказался юлии чечериной которая активно стала мелькать в медийном пространстве последнее время то все почему правильно активно поддерживает войну ну что тут можно сказать если честно мне сложно подобрать хоть одно литературное слово поэтому воздержусь хочу обратить ваше внимание что до начала войны этой мадам не было не видно и не слышно сейчас прямо на хедлайнер из каждого утюга так вот алексей панин от увиденного решил дать свои комментарии оценку всему происходящему он был кратким поэтому цитируем назвать ее девушкой даже язык не поворачивается она существо кошмар она не здорово и это не оскорбление это данность у 92-летнего ивана краско случился инсульт сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и под капельницами концертный директор вячеслав смородину решился их успокоить сообщил что жизни краску ничего не угрожает состояние ивана ивановича стабильная он наблюдается в стационаре и вот его цитата 6 числа его госпитализировали с подозрением на инсульт диагноз подтвердился уехал он по скорой находится в больнице перевели его вчера в общую палату неврологического отделения но в общем по словам директора с ним все в порядке так что не переживайте немножко прокапают и снова вернется к своей жизни актриса дарья петражицкая как и большинство украинских актеров и актрис начала войны потеряла свой стабильный заработок она рассказала что сейчас она не зарабатывает деньги вообще живет она в германии где работы для украинской актрисы нет особенность ты не знаешь немецкого языка а живет она за счет своего парня алексея он содержит ее ее котика вот честно за котиков я очень искренне рад хорошо когда есть алексей который всегда поможет правда а вот мне интересно а если бы так абстрактно предположить на ситуацию сложилось бы все таким образом что алексей был бы в украине и не смог бы выехать осталось бы дарья петражицкая с ним жить как вы думаете все вот хочу вам всем милые дамы задать такой вопрос он очень актуальный бросили бы вы своего мужа во время войны или нет только честно я никого осуждать не буду мне правда интересно просто послушать вас ваши мысли поскольку сейчас увы это актуальная тема и многие поступают абсолютно по-разному я никому не даю никакой оценки я просто хочу услышать мнение и мысли других людей оставили бы вам уже или уехали и не задумывались дочерей бреда пита анджелина джоли застали за шопингом 16-летняя шайла и 18-летняя захара повседневной одежды попали в объективы папарацци когда отправлялись за покупками в один из торговых центров америки внимание поклонников конечно больше всего привлекла именно шайла девушку сфотографировали с новой стрижкой как я вам уже говорил она подстриглась очень коротко а конкретно дочь джоли пита также была еще одета в черное худи оверсайз но в общем выглядела на так по простому сейчас так не знаю как это сказать не напрягалась короче многие сейчас вот забили тревогу особенно активные аналитики и поклонники и не только что она якобы собирается снова сменить пол напомню что когда-то у нее такая идея уже была она даже какое-то время начала принимать гормональные препараты под наблюдением естественно соглашения родителей потом она передумала вернулась к образу девочки сейчас вот что-то не знаю может быть переходным возраст ох его знает часу многих крыши едет поэтому ничему не удивлюсь как вы думаете будет менять пол или нет или это просто какие-то подростковые юношеские протесты бог его знает британское издание мир со ссылкой на финансовые отчеты виктория бэкхэм холдингс ltd сообщает что в 2021 году компания виктории бэкхэм понесла убытки в размере почти 6 миллионов фунтов стерлинга двадцатом году они составили восемь с половиной фунтов стерлингов таким образом общий долг компании с момента основания достиг шестьдесят шесть миллионов фунтов стерлингов это почти что 80 миллионов долларов а директорам фирмы включая викторию ее мужа дэвида не были выплачены дивиденды в отчетах представленных двадцать первом году аудиторы также предупредили о серьезных сомнениях способности модной компании виктории продолжать работу при этом рост продаж возобновился они увеличились на 13 процентов с 36 миллионов фунтов стерлингов до 41 в годовом отчете поданной на этой неделе говорится что бренд также расширяет ассортимент новых продуктов включая изделие с кожей косметическую линейку виктория бэкхэм боди но это потребовало денежных вливаний в размере 2 миллионов стерлингов в то время как акционеры предоставили компании дополнительные ссуды в размере полмиллиона фунтов стерлингов в общем 2021 году бренд открыл продажи в нью-йоркском магазине а косметика виктория теперь представлена в магазинах австралии и канады в отчете также говорится что результаты отражают значительный поворот в бизнесе поскольку план по прибыли выполняется что-то непонятно если честно друзья вроде как задолжала 66 миллионов но они пытаются все время объяснить благодаря этим отчетам что все идет в плюс тогда не понимаю откуда долг такой ну про компанию виктория бэкхэм вот эту бренда уже много историй ходит что там есть проблемы мы будем наблюдать за этим аферистка она сорокина она же анна дэлви которая стала известна благодаря тому что притворялась наследницей трастового фонда на самом деле и отец работал водителем грузовика а мама была администратором продуктового магазина и за счет этого она всего выманивала у людей деньги запустит свою reality шоу теперь она понимаете как рассказал ее адвокат таким образом она хочет избавиться от клейма мошенницы главная тема этого шоу станет искусством и вот его цитата последствия судимости очень неприятные все с кем она разговаривает сначала воспринимает ее как мошенницу поэтому ей приходится нелегко тут прям хочется задать риторический вопрос а кто она тогда после всего что она сделала из всех проектов анны она также планирует внимание запустить свою линию одежды шоу является приоритетным поскольку поможет ей восстановить свою репутацию речь в проекте пойдет об искусстве и дизайне шоу покажет ее как талантливого художника так заявил ее адвокат со студией которая займется этим проектом она пока не определилась по словам ее адвоката у многих людей она ассоциируется с образом воплощенным на экране актрисой джулии гарнер в сериале изобретая она на самом деле она очень приятно и очень забавные люди думают что знают ее потому что видели персонажа гарнер как говорит ее адвокат но на самом деле она не такая уж она пушистая и она не понимает почему ее называют мошенницы друзья тут хочется спросить а где санитары они сейчас уже не мне нужны а ей в смысле подружка алю привет ты как бы облапошила огромное количество людей выдавалось себя не за того кем ты являешься пользовалась чужими услугами обманывала крыла деньги теперь нагрета чуть я мошенница и вообще хороший душевный человек до этого у нее были просто интервью и фотосессии а теперь у нее свое шоу появится своей линии одежды и поверьте с ее фан-клубом который у нее не маленький у нее все получится как вам времена которые сейчас настали я не знаю где мои таблетки нужно выпить подписчики клавы коки обвинили ее в пропаганде лгбт из-за вот этой вот куртки ну что я могу сказать да клава надеюсь ты будешь наказана жестко тебя посадят лет на 53 такая странная цифра сейчас прозвучала ну ладно журнал w магазин представил обложки специального актерского номера в преддверии сезона главных кинонаград героями стали дженнифер лоуренс марго робби бред питт аустин батлер анна де армас зои кравец и другие многие звезды голливуда герои съемки там еще кейт бланш была герой съемки также дали небольшое интервью например дженнифер лоуренс признала что в детстве у нее в комнате висел плакат аврио лавин а фильм отец невесты всегда заставляет ее плакать цитируем сейчас я настолько чувствительно что едва ли могу смотреть что-либо с детьми или животными а вот бред питт вспомнил как однажды сорвал свадебу вечеринку на съемках мистер и миссис смит а зои кравец рассказала о своих худших модных моментах когда мне было чуть за двадцать мне очень нравились жилеты и я носила их с леггинсами и ботинками недавно я увидела несколько старых фотографий сказала кто позволил мне это сделать марго робби рассказала об одной импровизации которую она придумала на съемочной площадке вавилона одного из самых нашумевших фильмов сезона я вам рассказывал вот ее цитата повторю еще раз мы снимали сцену на вечеринке моя героиня подошла к персонажу брэда пида и персонажу кэтрин уатерсон и я подумала да пошло но я просто возьму и поцелую их и посмотрю что произойдет они были немного шокированы не знаю вошло ли это фильм также чем марго робби признала что хотя ей удается это скрывать она до сих пор эмоционально реагирует на работу со звездами и вот идет стата даже если я работала с людьми раньше я все равно думаю о вау это брэд питт это восхитительно поэтому решила просто взять его и засосать молодец правильно так что девочки его видите берите пример нравится мужик просто подходите и целуйте а там уже как будет так будет думаю все нормально будет там уж если мужик сделает такое потом скажете что вас там над вами издеваются надмываются и так далее а если девушка это сделает я думаю это не будет преступлением казаться или нет ли да что думаете кстати вас было когда-нибудь такое в жизни когда вы просто может там нравился вам кто-то вы так ходили ходили потом какой-то момент макнули трошки и пошли ва-банк засмоктали его и все не потом у вас все за и потом у вас все замечательно сложилось в этой жизни канью уэст вернулся из своего классического затишься как и положено с новой девушкой его заметили на улицах beverly hills компании таинственной блондинки теперь ждем когда журналисты и преданные поклонники канью уэста выяснят кто же эта девушка ее личность и всю подноготную но мы с вами прекрасно понимаем что канью уэст видимо решил очередной какой-то пиар-ход или пиар-историю придумать в общем следим за этим слава богу все в порядке а то я уже прям заволновался давненько его не было нигде ян саммерхолдер станет отцом во второй раз звезда дневников вампира он сообщил об этом в личном блоге опубликовал фото своей супруги ники ритт с животиком который как вы видите округлился и конечно же пятилетней общей дочерью и вот его цитата с детства я мечтал о большой семье спасибо ники за этот подарок второй раунд спасибо за то что ты невероятная мама нет ничего прекраснее так он написал ну и замечательно поздравляем пусть все будет хорошо еще будут дети кстати кто-то смотрел дневники вампира признавайтесь я помню когда-то мне его рекомендовали говорили но я так посмотрел немного но не могу сказать что прям я в восторге слишком долго и нудно все для меня состояние никиты михалкова ухудшается у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем по данным сми у него также обнаружили аритмию в общем сообщается что мог развиться инфаркт но это удалось избежать но состояние тем не менее остается пока что он критически тяжелым помните такой фильм о чем говорят мужчины день радио день выбора к квартет и всегда вот такие вот комедии делали я давно когда-то смотрел кстати мне еще тогда понравилось так вот они решили сделать новую часть продолжение о чем говорят мужчины неожиданно спустя столько времени кстати насколько я помню там многие из них если не все то кто-то из них точно из украины из одессы в общем кто смотрел о чем говорят мужчины рады ли вы такой новости что будет продолжение максима галкина лишат региональных наград кемеровской области такое решение поддержал именно губернатор области сергей цивили он решил отобрать все награды у максима галкина вот такая вот неприятная новость для максима галкина ну я думаю с этим справиться пластиковую посуду запретят в англии это официально подтвердили в правительстве страны ограничения коснуться только ресторанов и кафе несмотря на это данная мера остановит загрязнение окружающей среды ведь одна вилка если вдруг кто-то не знал или забыл пластиковая вилка 1 разлагается целых 200 лет я вот только не могу понять если так все это ужасно и вредно зачем вообще производить этот пластик просто откажитесь от него и все оставьте там не знаю самое необходимое месси стал спортсменом года футболиста сборной аргентины нападающего пассажир признали лучшим 2022 году на втором месте партнер месси по клубу килон мбаппе на третьем теннисист рафаэль надаль как видите нет здесь роналду я даже прям удивился мой тут интересную информацию значит слили оказывается настасья самбурская когда-то была изгнана из мхата а все потому что она врезала когда-то константину райкину он решил так сказать поприставать к ней в общем гуляет информацию уже давно что когда там всем заправлял ныне покойный олег табаков там все это было в порядке вещей когда малолетним девочкам могли свои ручонки вот эти вот всякие взрослые дяди распускать но и тем не менее вот появилась новость о том что настасья самбурская именно по этой причине ушла потому что когда-то константин райкин видимо тоже хотел к ней подкатить но она такая девушка вы знаете вспыльчивая очень экспрессивная врезала ему по лицу после чего была оттуда ну ушла ушла на в гитис где собственно отучилась и все насколько я понимаю было нормально но константине райкине думаю много такой информации гуляет может быть я кого-то еще судили фил может быть нет может кто-то сказать что это снова придумал помните недавно говорил о том что 50 cent хочет снять целый сериал про фильм восьмая миля про имени мани даже вместе там это все обсуждали так вот именно работать над этим фильмом будет доктор дре ну слушайте такая классная тройка собралась парней именем 50 cent доктор дре прям что-то из молодости юности многих людей я думаю что получится у них что-то незабываемое все одна новость из рубрики дна которая меня честно говоря в очередной раз удивила хотя мне сложно удивить есть такой чарльз собрач или как его еще называли бикини киллер он с 1963 по 1976 годы лишил жизни минимум 12 человек странах юго-восточной азии почти 20 лет он сидел в тюрьме индии но вышел вернулся в париж а потом отправился в непал 2003 году и получил пожизненное за то же самое однако в конце 22 года снова вышел на свободу по состоянию здоровья и уехал во францию он стал прототипом главного героя в сериале змей я вы кстати вам как-то рекомендовала смотрел однако шоу ему не понравилось теперь он хочет подать суд точнее хочет он подает в суд на netflix по словам юристов шанс на победу у него есть представляете в общем ему не понравился сериал и он теперь будет судиться с нетфликсом и у него есть шансы на победу как вам такая новость вообще меня в этом всем шокирует несколько вещей во первых каким образом его вообще выпустили каким образом ему удавалось уезжать из одной страны в другую то есть это какое-то безумие честно и сейчас его выпустили по состоянию здоровья кому вообще это интересно он лишил жизни людей а теперь ему еще не нравится сериал он будет судиться с нетфликсом еще и получит деньги я ничему уже не удивлюсь безумие телеканал дождь получил лицензию на вещание в нидерландах об этом появилась информация решение было принято еще 22 декабря 2022 года однако сми обратили на это внимание только сейчас лицензия будет действовать течение пяти лет дождь будет вещать под названием тебе рейн напомню что в начале декабря латвийский национальный совет по электронным сми отозвал у телеканала лицензию на вещание за неоднократных нарушений и вот теперь они получили лицензию в нидерландах еще одна безумная интересная новость о том как мужчина начал встречаться с куклой после того как его бросила жена безутешно 54-летний австралиец решил заглушить боль покупкой карины да это кукла за 2000 долларов в итоге он влюбился в нее и теперь у них все серьезно друзья дышите воздухом иногда потому что вы видите что происходит с людьми но слава богу хоть не женился на канделябре или на стуле на кресле не знаю там на зеркале давайте вернемся к истории певицы славы помните она рассказывала как и сделал больно анатолий ее гражданский муж с которым она много лет была вместе он ее там предал она страдала плакала кричала все и прям там вообще в день по 150 stories рыдающих было и тут она недавно отправилась на мальдивы как вы думаете с кем с анатолием все у них конечно по старому она живет в отдельном номере он в отдельном но отдыхают они вместе как вам друзья история комментируйте дана борисова снова подают в суд на бывшего супруга дана вновь собирается идти в суд мочить своего бывшего максима аксёнова и вот ее цитата он не заплатил положенные 60 тысяч алиментов 31 декабря 8 часов вечера скинул 15 на свое усмотрение и заблокировал не доброго слова не польки подарка мы иск подаем на компенсацию судебной задолженности концу января за должность будет 90 тысяч от 100 тысяч уголовная ответственность если он такой принципиальный товарищ пусть собирается тогда на зону а мама ему передачки будет носить заплатит он по-любому у меня нервы стальные так заявила дана борисова опять появилась информация по поводу генри кавилла которого выгнали из ведьмака который не будет теперь и суперменом и вообще не знаю где он будет опять тут подытожили причиной почему с ним ноги отказываются работать он часто опаздывает на съемки и за игр говорил на геймерском сленге который никто не понимал вечно пытался вносить сценарий изменения игнорировал замечания женщин сценаристов активно общался только с одним из сценаристов который был геймером и мужчиной специально мешал женщинам работать но в общем вы поняли в очередной раз подтверждается информация о том что генри кавилл жены ненавистник кто-то видимо сделал ему очень больно месси настолько популярен и крут у себя стране что изображение появилось даже на кукурузных полях с его изображением представляете вот это вот любовь и фанатизм режиссер джеймс камерон установил два новых рекорд на все благодаря аватару 2 который собрал в прокате более полутора миллиарда долларов а вот и сами рекорды аватар единственная в истории кинофраншиза впервые два фильма которые собрали по полтора миллиарда долларов первый в истории режиссер три фильма которого собрали по полтора миллиарда долларов это два аватара и титаник вот такой вот он рекордсмен джеймс камерон с чем мы его и поздравляем кстати вы уже посмотрели вторую часть аватара если дать уделите своими ощущениями понравилось вам или нет вот такой тест попросили пройти учеников одной из начальных школ шотландия детям от 5 до 12 задавали щекотливые вопросы о гендерном разнообразии и сексуальной ориентации вот парочка вопросов из него у школьников интересовались считают ли они себя не традиционной ориентации или трансгендерами или еще кем-то насмехались ли когда-либо над такими людьми и так далее и тому подобное вот такие вот тесты проходят в школах шотландии но не только ну и последняя новость на сегодня уже официально netflix объявил о продлении сериала уэнсдэй на второй сезон компания выпустила анонсирующий ролик в котором был использован тот самый ремикс леди гаги блади мэри так что уэнсдэй будет второй сезон мы это все с вами прекрасно понимали и будет он на netflix они где-то еще на этом новости из мира шоу-бизнеса не только все но на самом есть прекрасная замечательная рубрика хороших добрых новостей и сегодня безусловно она будет а перед тем как мы не перейдем не забудьте пожалуйста убедиться что вы еще не спите если спите то отдыхайте дальше но самое главное не забудьте посмотреть ролик от начала до конца поставить палец вверх сердечко лайк это все одно и то же и конечно же подписочка на этот канал то очень очень важных три момента которые необходима для того чтобы получать регулярно удачу вашей жизни я и вам приношу а всем кто это сделал и делает регулярно вам мое сердечко большое вам спасибо а теперь врываемся в рубрику добра погнали а начну я сегодня с вот этого милого интересного красивейшего ролика на котором вы видите вот эту кошечку это рысь наслаждается снегопадом в лесу а фото ловушка как всегда тут как тут вы только посмотрите на эту грацию эту красоту обалдеть именно так выглядит автобус у пассажиров которого лапки да да чтобы собаки не грустили пока их хозяева на работе пушистых ежедневно забирают в игульщики хвостатых отвозят на прогулки в горы где они призрятся и живут свою лучшую жизнь друзья вы когда-нибудь такой витки где-нибудь специальный автобус для хвостатых нож я в шоке я в приятном шоке я такого никогда не видел но чего же это круто я считаю что такое должно быть везде и вот вам собственно доказательство этому не только хвостики но и пушистые тоже вот тут своих хозяев вот например хозяин был уверен что его кот занимается своими делами весь день спит отдыхает и он однажды установил камеру посмотреть именно в какой момент котик бежит к двери и оказалось он был в шоке когда увидел что кот весь день сидит и ждет его возле двери вы представляете так что и собачки и котики в этом смысле одинаково любят своих хозяев еще одна классная история про теленка и поросенка вот эта парочка подружилась и теперь они не разлей вода однажды теленок родился очень слабеньким и без шерсти и тогда хозяевам пришлось его забрать в дом и активно за ним следить он настолько привык быть с людьми что в какой-то момент даже не ожидал что снова придется вернуться к своим собратьям но ему было очень сложно поскольку он не понимал как с ними налаживать контакт и тогда в этот момент привезли на ферму вот этого маленького пяточка теленок взял над ним опеку заменил ему и маму и папу и всех на свете с тех пор они стали не разлей вода теленок поросенок лучшие друзья веселая история о том как котик устроил хаос на борту самолета из-за него даже рис пришлось задержать значит чей-то котик выбежал с переноски побежал гулять по самолету стюардесса конечно его нашла еле достала и потом искала активно где же его хозяева хозяевам были его в другом классе находились но в итоге хозяинский ополнился и понял что это его кот гуляет пошел его забрал и думаю что котику просто не совсем устроил тот уровень которым они летели надо было бизнес-класс брать тогда я думаю все бы понравилось ему но история забавная самое главное что все пассажиры были довольны никто не пострадал еще одно вам веселое видео в ленту прям все как у людей в жизни да ну не то чтобы я хочу сравнивать людей со свиньями но я между я например тоже так люблю сидеть что-то смачно поедать и уткнуться в экран вот и пятачок тоже любит смотреть какие-то мультики и при этом смачно кушать полярная сова пролетела более 4000 километров чтобы удивить своим появлением местных жителей впервые за сто лет пернатая приземлилась на крыше одного из жилых домов и стала центром внимания люди со всех кварталов сходили чтобы мельком посмотреть на птичку которая является одной из тридцати тысяч оставшийся полярных сов в мире как и зачем она прилетела на юг северного полюса остается загадкой но мне кажется это какой-то видимо знак но я хочу чтобы их было конечно же больше напоследок там еще одна классная история про одну замечательную женщину которая из харьковской области из села пани олено она значит во время войны никуда не убежала знаете почему потому что она не могла бросить собак и котов 200 собак и котиков именно столько животных пани олено смогла спасти она сказала что как бы я уехала если многие даже побросали своих животных а кто бы ими занимался если бы не я представляете пани олено вы наимоверно людина широ вам дякую заца вот на таких людях держится наш мир она не одна такая поверьте таких очень много но это классный пример то как нужно поступать вообще я ладно не хочу комментировать того что бросают своих животных но слава богу что есть такие как пани олено который никогда их не бросит на этой прекрасной позитивной ноте я заканчиваю сегодняшний выпуск надеюсь он вам понравился у меня по прежнему не цвета заканчиваю тарахтеть бегу по своим делам пока на улице еще светло всем желаю крепкого здоровья мирного него над головой света тепла любви конечно же крепкого здоровья чтобы всего вам всего вам жизни хватало самое главное чтобы с вами были ваши дорогие близкие люди и чтобы у них также было все замечательно и прекрасно всем добра до завтра пока пока